Здравствуйте, уважаемые друзья! Расскажу о моем опыте представления интересов по субсидиарной ответственности главного бухгалтера. История была не так давно, буквально в прошлом году, и ситуация была следующая. Было юрлицо, акционерное общество, и у этого акционерного общества одним из акционеров было юрлицо. Другая компания, у которой было чуть больше 25%, по-моему, что-то там 27% акций должника. И Гендир, генеральный директор этого акционера, еще совмещал определенную позицию в руководстве должника. Хочу дать вам несколько рекомендаций, прежде чем мы перейдем к основной теме видео. Суд — это очень серьезное мероприятие. Сравнить его можно, может быть, ну если вот так грубо, то с какими-то агрессивными действиями, с войной. Когда вы думаете иначе, вы находитесь в иллюзии того, что вас кто-то пожалеет. Ваш оппонент, не знаю, там истец, ответчик, кто-то к вам проникнется, и ваши интересы посчитает заслуживающими внимания. Так вот от этого нужно отказаться, поскольку, поверьте, никто вас не пожалеет, и никому вы там не нужны. Абсолютно. От слова совсем. Судье вообще фиолетово. Но удачи выехать вы не сможете. 100%. Решает всегда компетенция, знание специалиста, то, что он реально умеет и делал неоднократно. Решает всегда тот, кто набил много шишек. Ваша предельная честность, как клиента, это залог успеха. Обманете юриста, ну и такой же результат и получите. Умолчите о нюансах и мелочах. Получите негатив. И всегда правильно выбирайте. Выбирать нужно профи. Выбирать нужно того, кто будет работать в ваших интересах. И не в чьих более. И помните важную позицию о гарантиях. Хороший юрист, настоящий специалист, скажет вам честно о перспективах вашего дела. А бороться или бросить все на старте решать только вам. Было принято решение о выплате дивидендов. За год там немалая сумма. И вокруг этого все завертелось. Значит, обо всем по порядку. Дивиденды были выплачены. Намечался новый контракт. Но он потом слетел. И все. Кассовый разрыв. Деньги выплачены. На счетах у конторы там денег особо сгульки нос. И все. Все. Вот они попадают куда? На банкротство. Сделка по выплате дивидендов. Оспаривается. Слетает на раз. Все возвращается назад. Решение как бы да? Постановляет. Ну и кого искать крайнего? Кто должен платить за эту ошибку? У юрлица денег нет. Кто будет платить? Ну, кто-то из руководства. Гендиректор. Расстрельная должность. Он всегда во всем виноват. При отмене сделки по дивидендам в судебном акте прописывается, что из этой сделки довели до банкротства. Что там кто-то мудрствовать будет? Все четко. И человек попадает на банкротство как гендир акционера и как один из руководителей. Там директором она была по финансовой политике. Должника. Все вот. Все в кучу. Но к субсидиарке привлекали справедливости ради там все руководство. Ну и в том числе вот этого человека. То есть и вменяли ей как бы вообще какой-то бред. То есть она была, ладно там генеральным директором официально, но она была еще директором по финполитике и что-то там еще как-то должность называлась так по-хитрому. И вменяли, что она якобы главный бухгалтер отвечает одна за всю бухгалтерию компании. Что якобы она там формировала бухгалтерию, подписывала все отчеты и отчетность. Исходя из чего не смогли найти там товарно-материальные ценности, которые были там отражены. И все это привело к невозможности своевременного там розыска актива, удовлетворения интересов кредиторов. Ну, бла-бла-бла, прочий бред. И самое главное, что именно она как представитель там одного из самых крупных, они называются мажоритарных акционеров, должника приняла решение на общем собрании о чем? О выплате дивидендов. Все, четко, ты главбух, ты о дивидендах принял решение, как минимум один из... Все, ты попадаешь, 100%. Так считал конкурсный управляющий. А то он и называется КУ. Не будем добавлять ничего к этому. Совет, бесплатная рекомендация тем, кто в схожей ситуации оказывается. Нельзя в данной ситуации плыть в одной лодке с владельцами бизнеса. С остальными акционерами, с владельцами компании, акционера вот этого основного. Нельзя, потому что у них свои цели. Им бы от своего отбиться. Да, у них там есть, могут быть какие-то связи, адвокаты и прочее. Но это не твои связи, это не твои адвокаты. Они, скорее всего, будут в отношении тебя делать то, что говорят их наниматели, их клиенты основные, с которыми они идут рука об руку уже много лет. Не будет ваш директор или владелец бизнеса, который вас нанял как директором или как главбухом, за вас особо париться. Накажут вас, ему лучше будет. Его не накажут. Вот в чем логика. Вторая рекомендация. Всю работу нужно делать в первой инстанции. Вот все, что можно выжать из своей позиции, вот как можно извернуться и доказать свою невиновность, нужно доказывать именно там. В данной ситуации вот этот человек первоначально обратился, ну естественно, к кому? Ну к кому? Ну у владельца бизнеса есть там адвокаты, которые будут представлять его интересы. Ну и что они напредставляли? Они сразу сказали, что ну да, вот он этот человек, он действительно был во всем повинен. Отзыв был по большому счету таким. Там было написано, что да, по факту он был главбух. И не по факту, а де юре. И вот приказ есть, и все четко. И все с подписями и печатями. Пожалуйста, наручники уже готовы, давай признавайся и дело закроем. Поэтому я вам еще раз говорю, что думайте 25 раз, прежде чем принять решение на тему того, кто будет вас защищать, кто будет ваши интересы отстаивать. Не все так просто, не все так очевидно. Подведут. Как пить дать? В деле было очень много минусов. Самое главное, это вот это претенциальное решение арбитражного суда по слетевшей сделке по дивидендам. Там было четко сказано, что эта сделка привела к банкротству. А значит, те, кто подписывал протокол о выплате дивидендов, они виноваты. Это как бы раз. Второе. Первоначальный отзыв по делу с адвокатами владельцев бизнеса, где было сказано, да, что я там такой-то выполнял обязанности главбуха. И в суд была представлена пачка крупная там с бумагами, с отчетностью, с финансовой, с бухгалтерской, с налоговой, что вся она была заверена подписью, печатью этого человека напротив должности главбух компании. Ну, как бы... Ну, не все так страшно. Не все так страшно. Теперь разбираемся по основаниям. Во-первых, то, что ей вменялось, то, что она была гендиром. Во-первых, гендиром ее назначили, да, в этот же день, когда было собрание по дивидендам, но только уже после этого собрания. И в приказе было время. И вообще, по факту, как бы... То есть, это было бредовое основание, которое было достаточно легко отбить. То есть, она не была. То есть, она своей подписью в протоколе ничего не подписывала. Это раз. И второе. Схема была очень интересная. То есть, вот есть у нас, получается, юрлицо, должник. И у него есть основной акционер, у которого там 27 с копейками процентов акций должника. Так вот, этот акционер, он учрежден должником. Да? Поняли? Должник стопроцентный владелец долей акционера. Да? То есть, генеральный директор вот этого единственного, а не единственного, а основного акционера, он руководствуется волей должника. Должник это акционерное общество. У него там был совет директоров, да? И все вот эти моменты. То есть, генеральный директор без одобрения должника, его органа управления, и пикнуть не смеет. Как вы понимаете, да? Должность, по большому счету, номинальная. Да? Интересный момент. То есть, это основание мы, в принципе, отбивали, что она принимала решение по оплате дивидендов. Значит, и тут все гораздо сложнее с позицией главбуха. Вот по главбуху тут нужно углубиться в знания трудового права. А знания эти таковы, что должен быть приказ о приеме на работу, трудовой договор. А если это, например, совмещение должностей или в порядке перевода на другую должность, то это оформляется чем? Дополнительным соглашением к трудовому договору, новым приказом и записью, соответствующей в трудовой книжке. Что у нас имелось в деле? У нас в деле имелось то, что записи в трудовой книжке не было. Дополнительного соглашения не было. Приказа о переводе не было. Единственное, вот человек занимал должность в должнике, директор по финансам и там какой-то по финансовой политике, и там как-то еще было название. То есть, юридически, чисто формально по закону, это не главбух, нет равенства между этими должностями. То есть, человек, он в силу своих знаний, да, осуществлял по факту ведения бухгалтерии, но расписывался в этой бухгалтерии подпись главбуха другой человек. Другой человек там расписывался. И были приобщены к делу в том числе свидетельские показания этого лица. И в принципе все идеально, если бы не одно «но». И «но» это очень жирно. Клиент часто не говорит стопроцентной правды. Как бы, ну не говорит, а не говорит, и бог с ним, как бы, да. Мы такое повидали. Но ладно бы он сказал об этом заблаговременно. Никто же его не убьет и не расстреляет. Скажи ты честно, как обстоят дела. Но потом в деле у нас всплывает, мы уже несемся там к положительному решению на всех парах, но у нас в деле всплывает что? Приказ о назначении главным бухгалтером. Ну, ё-моё, ну что за дела? И в данный момент, в данный момент, там просто все обвалилось, короче, в суде. Ну, такая работа проделана, такие деньги полученные. Блин, мы проигрываем, ё-моё, как так? Так, внимательно изучаем приказ, уже без эмоций, после процесса смотрим. Да, всё есть, есть подпись, печать. Но на приказе нету подписи самого работника. То есть самим человеком, которого привлекают к ответственности приказ, то есть, ну, это называется, ну, не согласован, не подписан, не акцептован, как угодно можете назвать. То есть работник с ним не ознакомлен. А значит, юридически по трудовому кодексу это не действительно. Нельзя работника привлечь к работе без его согласия. Понятно? Думаю, да. И, собственно говоря, так как суд длился просто банально долго, банкротство длилось долго, а иск субсидиарки заявился там через кучу-кучу времени, обстоятельства имели место быть там в 16-м году, или начало 17-го, и тогда ещё тоже было нельзя привлекать главбухов к субсидиарной ответственности. Ну, нельзя было, юридически это было запрещено. То есть там, соответственно, материальные, процессуальные основания расписывались, ну, в общем, элегантно тоже вывернули. Ну, слушайте дальше. Потом суд привлёк всех членов общего собрания акционеров, ну, всех владельцев к субсидиарке, что логично. По нашему клиенту всё выделили в отдельное производство и стали рассматривать дальше. Там управляющий конкурсный не унимался, и предоставлялась в суд какая-то почтовая переписка, что якобы свидетельствует об отношении, значит, к своей работе нашего клиента как главного бухгалтера. Хотя мы парировали, что отчётность он не подписывал и не сдавал, что приказа о переводе на должность не видел, и всё в этом духе. Всё это варилось долго и непонятно. Мы также на обратную силу закона упирали, на то, что мы находимся не в процессуальном моменте права, а в материальном. На самом деле ситуация такая, 50 на 50, несмотря на нашу формальную правоту по закону. То есть формально ты по документам можешь быть прав, но судьи же тоже люди, и закон никогда не применяется 100% чисто. Что вот по документам, раз ты прав, значит всё, ты прав, к тебе вопросов нет. Нифига подобного. Ты ж подписывал документы? Подписывал, даже не будучи главбухом. Ты подписывал? Подписывал. Ну, значит, как бы будьте любезны, подайте сюда. Так что всё это такое хитросплетение судьбы определённое. Но, тем не менее, решение закончилось в пользу клиента. Его не привлекли к ответственности, и все последующие обжалования ничего хорошего не принесли. Должнику и управляющему. То есть клиент был освобождён и обрадован. В апелляции всё было, в принципе, достаточно адекватно. Если бы не одно «но», что дело в отношении всех членов общего собрания, которые проголосовали за дивиденды, оно стало рассматриваться вместе с нашим судебным актом. Это было не очень хорошо, и апелляция ковырялась и в том судебном акте, и в нашем выискивали взаимосвязи между лицами. Несколько раз заседание откладывали. Но, тем не менее, суд пришёл к выводу, что всё-таки, ну, да, человек, может быть, по факту где-то там и виноват в чём-то, но юридически он более чист, чем виновен. И поэтому оставил в силе. И скажу ещё раз. То есть, вот мы максимально отработали в первой инстанции, подали все документы, что нужно было подать, сказали всё, что нужно было сказать. Всё это нужно делать, подчёркиваю, где? В первой инстанции, не во второй, не где-то ещё. В первой инстанции по максимуму нужно закачать свою позицию туда, загрузить как на флешку. И всё. И потом в апелляции остаётся, по большому счёту, ну, и в последующих, ну, ты тупо ждёшь. Ты написал какую-то свою позицию, и тупо ждёшь. Потому что вся работа делается где? Где в первой инстанции, в первой, а не в какой-то другой. И вы должны помнить, что вы должны нанимать тех юристов, которые будут работать для ваших интересов, представлять именно ваши интересы. Эти юристы не должны быть связаны ни с кем, кроме вас. Всегда решают всё нюансы, мелочи и детали. Об этом нужно понимать. Не нужно суетиться. Спокойно ко всему относитесь, по возможности. И даже если невозможно, это надо делать. И помните, что нормы материального права, они применяются судом на момент совершения деяний, а нормы процессуального, на момент рассмотрения дела в суде. Всё просто. До свидания.